Здравствуйте! В эфире программа «О чём говорят». В губернии началась подготовка к молодёжному форуму «Иволга-2017». Скептики могут сказать, что ещё рано, но это не так. Сейчас как раз время подавать заявки. Так как с каждым годом талантливых, инициативных, активных ребят и девушек, желающих заявить о себе и своих идеях, становится всё больше. Тем более, едут не только из регионов Приволжского округа, а практически со всей страны и даже зарубежья. Мои собеседники – заместитель директора форума Дениса Зацепина и Юлия Рябева. Она отвечает за конвейер проектов. Вот так вот. Здравствуйте! Дольшое спасибо, что пришли. Итак, стартовал приём заявок. У вас сейчас, наверное, самая такая страда, я так думаю, которая продлится почти до самой «Иволги». Давайте о том, что нового ждёт участников в этом году. Что необходимо сделать тем, кто собирается подать заявки. Потому что, когда «Иволга» только начиналась, когда о ней мало кто что знал, как «Иволга», какой-то форум молодёжный. А сейчас она гремит. Скоро, по-моему, 2000 участников в этом году собирается. А желающих, по-моему, в 10 раз больше. Выбираете лучше. Итак, поехали. Форум. Что нужно? Ну, для того, чтобы попасть на форум, необходимо зайти на официальный сайт молодёжного форума «Иволга» и, соответственно, зарегистрироваться. Но в обязательном порядке для того, чтобы пройти отбор и стать участником, необходимо разместить в своём личном кабинете на сайте проектную заявку. То есть, заявку на реализацию какого-то проекта. Формы у участников высвечиваются при регистрации. Их можно найти и на сайте. Мы рассылаем их по регионам, по органам, по делам молодёжи. И, соответственно… То есть, по пакет документов и рассказать о том, чем ты будешь удивлять. Что ты придумал или какой проект ты хочешь продвигать. Насколько я понимаю, в этом году есть какие-то подвижки с сайтом, потому что там были определённые не то, что проблемы, а пожелания, как сделать лучше. Сейчас вы выслушали все замечания. Мы учли, на самом деле, пожелания участников предыдущих лет. Тот опыт, который уже за четыре года довольно-таки большой, положительный. И, собственно говоря, в этом году абсолютно новый сайт. Там очень много интересных разделов, важная информация для участников. Максимально всё упрощено. Но самое главное – это синхронизация с федеральной системой АИС «Молодёжь России». У нас в России создан некий портал, база, где участники, собственно говоря, могут отдавать заявки на участие во всех федеральных мероприятиях и окружных. То есть, в принципе, ты заявляешь себя не только на Иволге, но и где-то ещё. Конечно, да. Более такая широкая. На самом деле, это удобно. Насколько я понимаю, там достаточно понятно, что адрес сайта сейчас видите у себя на экране, дорогие друзья, но можно и проще. Набиваешь просто Иволга 2017, потом заходишь огромное количество. То есть, найти несложно. Абсолютно несложно. И самое главное, всё очень просто. Опять же, всё упрощено максимально для участников, чтобы, опять же, все инициативы, все идеи, которые есть сейчас у молодёжи, ни в коем случае не пропали. Чтобы они смогли её, как минимум, зафиксировать, подать заявку. А лучших, те, которые пройдут конкурсный отбор, уже ждём на Иволге с 14 по 24 июня. Конвейер проектов. Давайте в двух словах, что это? Конвейер проектов – это чисто организационно на форуме сам по себе очный этап конкурса проектов. То есть, впервые участник подаёт свою заявку на сайт, и при отборе участников на молодёжный форум, соответственно, конкурсные комиссии просматривают все заявки, и наличие хорошей проектной заявки является основным критерием отбора на форум. Соответственно, на самом… точный этап защиты проектов участников. Когда они непосредственно встречаются с экспертами, защита проходит в два этапа. Соответственно, дважды им предстоит презентовать свои проекты на форуме. Положение у конкурса грантов, потому что победители получают финансирование своих проектов. Соответственно, сейчас разрабатывается фондом, который финансирует этот конкурс. Оно тоже будет опубликовано на сайте чуть позже. И, соответственно, дальше участники уже очень представляют свои проекты экспертом. Эксперты составляют на первом этапе рейтинг проектов. Соответственно, лучшие – это примерно по статистике 15-20 процентов проходят во второй уже этап конкурса. Почему об этом важно? Извините, я вас перебью, дорогие друзья. То есть, я сказал, специально встречают по одёжке, потому что как вы подготовите всю документацию для предоставления доказательств, от этого очень многое зависит. Конечно. Тем более, что в этом году у нас организационно конвейер проектов меняется. Он в этом году будет работать параллельно с образовательной программой. Потребуется уже при участии в форуме зарегистрироваться обязательно на защиту научную. И, соответственно, допуском к защите будет являться как раз форма заявки корректно заполненной. Хорошо. Давайте о тех новшествах, которые ожидают в этом году участников. Будет что-то такое, чего не было в предыдущих этапах. Да-да-да, всё работает. На самом деле, много, очень много. Каждое направление, но заново... А я уже скугался, что ничего нового не будет, вы так посмотрели на меня. Всё переработано, всё с новыми подходами, новые идеи. Начиная от каких-то бытовых вещей для участников и заканчивая уже такими глобальными, масштабными задачами вообще всего форума. Давайте несколько крючочков-то раскроем, а то мы какие-то общими фразами... Ну, во-первых, форум юбилейный. Уже-уже. Уже, да. Это нас обязывает, и какие-то идеи рождаются и в культурной программе, и в образовательной. Во-вторых, грядёт очень много событий. Например, мы готовимся, и Самарская область в том числе, к чемпионату мира по футболу. Поэтому, допустим, старт Кубка Конфедерации в России 17 июня, это будет день чемпионата мира по футболу на Иволге. То есть мы ждём послов чемпионата, соответственно, будет специальная программа, организаторами будет волонтёрская смена как раз. Денис, рассказывай, что ещё? Самая основа. Приехали участники, они размещаются в палатках. Вот начиная с бытовых условий, уже происходит определённое улучшение. Во-первых, это обновление палаток, обновление каких-то вещей, которые жизнедеятельности касаются. Это первый момент. Там те же самые душевые. Я хотел сказать ванну, души. Душевые. Питание. Пересмотрим на меню питания. Потому что мы должны понимать, что, во-первых, это поляна, это погодные условия, и порой какие-то продукты, они имеются... Особенно если учесть ту жару, которая стоит всегда. И здесь меню очень важно, именно для полевых условий, чтобы оно было полноценным. Полностью пересмотрено, в этом году будет, в этом плане, обновление сильное. Также то, что касается конвейер-проектов, Юля уже проговорила, это работа не с пяти часов, как было в предыдущие годы, а с десяти утра. И у участников появляется больше возможностей защитить свой проект, получить консультацию. И самое главное, мы не проговорили-то проект проектами, но, по сути дела, туда приезжают за победой. А победа – это что такое? Это 300 тысяч рублей, по сути дела, на твою идею. Тебе жмут руку, говорят, молодец. Но будь добр, 300 тысяч, реализуй свою идею, отчитайся по всем пунктам. Но, условно, сделай государству благо, некую пользу. 300 тысяч – первое место, 200 тысяч – второе место и 153 место. И получается по два места на втором и по два места на третье. Итого пять победителей по каждой смене. Ну, кроме этого, мы хочется всё-таки к содержанию, в том числе, образовательной программы вернуться. И возвращаясь к событиям, которые у нас происходят в стране, например, в этом году год экологии. Поэтому очень активно эта тема прослеживается и в сменах, и в образовательной программе. Большинство проектов будет ориентировано как раз на какие-то экологические проекты. Может быть, не большинство, но есть экологическое направление в добровольческой смене. То есть, это экологическое добровольство. Есть это направление в смене инноваций и техническое творчество появляется у нас. И, соответственно, тем более, что это смена федеральная, там проходят целых два конкурса проектов. Это Фонд содействия развитию гражданского общества ПФО и Росмолодёжь свой конкурс организует. Вот Росмолодёжь будет ориентироваться именно на инновации, которые связаны с экологией в первую очередь. Соответственно, они сейчас тоже свои приоритеты обозначают в рамках конкурса. Плюс образовательные программы ориентированы в том числе, например, под год экологии. Многих-то дорогого стоит ещё, правильно Денис сказал, приехать, рассказать о своём проекте, выиграть ещё и деньги, получить на его реализацию. Это дорогого стоит. Но огромное, мне кажется, значение имеет то, что ребята, между собой, обмениваются опытом, общаются, договариваются. А потом, видишь, появляются какие-то совместные проекты. А таких примеров очень много. Конечно, конечно. А это тоже очень важно. Вы знаете, это вот тоже такая дополнительная опция в этом году и в рамках конвейера проектов, и в рамках образовательной программы. Мы сейчас очень активно мониторим все проекты участников предыдущих лет. На самом деле, по очень многим победителям предыдущих лет, начиная с 2013 года, очень положительные отзывы. И, соответственно, многие проекты существуют до сих пор. И в этом году у нас в приоритете мы будем активно приглашать ребят-победителей прошлых лет Иволги, для того, чтобы они поделились этим опытом. Потому что есть успехи... На собственном примере показали, что мы не просто галочку ставим, вот ты свой проект рассказал, мы сказали, какой-то молодец, и про тебя забыли. А что он реализуется? Там более того, мало того, что они достигают каких-то успехов в той деятельности, которую они выбрали и презентовали на форуме, они еще получают огромные личные бонусы в собственном каком-то развитии, в собственном продвижении. Они об этом пишут и готовы рассказывать. Самоутверждение, я бы сказал, да, и психологическое, и да. Я не могу промолчать, но... Не надо молчать. Иволга пятилетняя, то есть юбилей. И, конечно же, без гостей из других стран наша Иволга не может обойтись. Смена Иволга Глобала, ожидается участие гостей из 20 стран. Такого у нас еще никогда не было. У нас были представители Китая и других стран. А мы говорим региональный конкурс. Я вот вначале сказал, что со всей страны, а у нас, да, ну-ка давайте, кого мы ждем. 20 стран. Я же тебя выписал несколько, я не знал про 20, честно. Я знал, что должны быть из Франции, Швейцарии, Болгарии, Китая. Ну, с Китаем у нас они не первый раз приедут. Там недружеские отношения, да. Там из Луганска ребята приедут. Из Донбасса, Приднестровья, Абхазия, Южная Осетия. Это как бы не совсем за границей. Но 20 стран, я так понимаю, что... Это и Латинская Америка в том числе. Это и ряд там азиатских стран. Ну, то есть, опять же, дискуссия ведется через Министерство иностранных дел. Это будет, на самом деле, такой кладезь информации со всего мира. И вот эти проекты, в том числе экологические, которые могут шагнуть далеко за пределы нашего государства и реализовываться... Не только за пределы Самарской области, но и за пределы страны. Это дорогого стоит. Это то, на самом деле, ради чего следует все вот это затевать. Вот самое главное, чтобы эти проекты не остались, я еще раз скажу, где-то на бумаге, в головах, на форумах, на вот этих фестивалях, а двигались дальше. Хорошо, спасибо. Я себе вот уже времени не осталось. Просто направление выписал. Культурный бум, спортивные молодежь, инновации, техническое творчество, медиаволна, малая родина, политика, поколение добра, патриот. Как без патриотов, да? Ты предприниматель и международная смена. Вот о чем мы сейчас с вами говорили. А вот культурный бум – это что такое? Это участники, которые занимаются проектами молодежными, в первую очередь, именно в сфере культуры. Творчество. То есть творчество, студенческое творчество, соответственно, режиссеры, актеры, музыканты, музыканты. Ясно, хорошо. В общем, ждем форум. Он начнется у нас 14 июня, если я не ошибаюсь. Я думаю, что еще поговорим на эту тему обязательно. Может быть, с вами, может быть, с директором фестиваля, с гостями с какими-то будем встречаться не раз. Вам активные, полнотворные работы. Я понимаю, что у вас сейчас заявки уже пошли. Тем более, мы сейчас это и предлагаем, продвигаем. Спасибо вам большое. Единственное, только напоминаю, существует и радиоверсия программы, так что всегда можно и прослушать, о чем говорят. В эфире Самарского, губернанского радио 2100. Ну, а молодые, талантливые, активные, пожалуйста, форум «Илога» вас ждет. Спасибо. До свидания. Спасибо. До свидания.